ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В этой части обзора я объясню почему. В общем, сегодня мы поговорим о том, как умерла такая хорошая когда-то кинофраншиза. Итак, серия фильмов «Такси». Можно сказать, лицо данного фильма – это, конечно же, актёр Самина Сери. Не знаю, как у вас, но у меня он ассоциируется исключительно с этой ролью. Такое ощущение, что он больше нигде не снимался. Хотя, если перейти на Кинориум и ознакомиться со списком его работ, можно увидеть, что он принимал участие в съёмках многих фильмов. Но большинство из них у нас не показывали. А в тех, что показывали, он в основном скорее был на вторых ролях. К слову, можете тоже перейти по ссылке из описания и прогуляться по сайту Кинориум. Ведь Кинориум – это настоящая энциклопедия кино. Здесь вы можете узнать много интересной информации, как о кинофраншизе «Такси», например, мнении фанатов, интересные факты и прочее. Так и о любом другом фильме, актёре, режиссёре и так далее. Также на сайте вы сможете легко подобрать фильм для похода в кино или вечернего просмотра дома. Также сайт может и сам вам предложить что-нибудь посмотреть, основываясь на ваших интересах. Ещё на сайте есть сервис под названием «Мой календарь». Это персональное расписание всех будущих эпизодов тех сериалов, которые вы сейчас смотрите. Так что вы не сможете пропустить ни единого эпизода. Ну и, конечно же, оценки, рейтинги, кадры со съёмок, агрегатор новостей и ещё много чего интересного. Для быстрого старта в Кинориуме все ваши списки из Кинопоиска, АМДБ, Майв Шоус можно перенести в один клик автоматически. Поэтому все ваши списки сохранятся. И не нужно будет собирать новую коллекцию. Переходите на сайт Кинориум по ссылке из описания и погружайтесь глубже в мир хорошего кино. Первая картина под названием «Такси» вышла в прокат в далёком 1998 году. Что интересно, своим появлением фильм «Такси» обязан другому, не менее легендарному даже можно сказать фильму, который, если вы не смотрели, то уж точно о нём слышали, это картина «Пятый элемент». Именно над этой картиной должен был работать Люк Бессон. Но Columbia Pictures всё никак не могла решить какие-то несущественные вопросы с французской стороной. Поэтому дата съёмок всё откладывалась и откладывалась. Находясь в томительном ожидании, Люк Бессон садится и буквально за один месяц пишет сценарий к фильму «Такси». После чего Columbia Pictures наконец решает все нюансы с французской стороной и Бессон отправляется работать над фильмом «Пятый элемент», отдав проект «Такси» в руки режиссёра Жерара Пиреса. Это удивительно, но и «Пятый элемент» и фильм «Такси» стали одинаково культовыми. Честно говоря, моё первое знакомство с этой франшизой началось не с этого фильма, ну то есть не с первой части, а сразу со второй части. Ведь тогда было так. Какая кассета была под рукой, тот фильм мы и смотрели. Поэтому именно первую часть я посмотрел, когда уже полным ходом распространились пиратские диски с подобными фильмами. Подборки там в основном были какие-нибудь. Тогда я и узнал, как началась история дружбы таксиста-лихача Даниэля и неуклюжего копа Эмилиена. А началось всё с того, что Даниэль, который, к слову, ненавидел копов, оставил профессию доставчика пиццы ради работы своей мечты. Ну, почти. Изначально Даниэль мечтал быть гонщиком, но из-за того, что его отец пострадал в автокатастрофе, он решил воплощать свои мечты и навыки в работе таксистом. В это же время другой главный герой картины, Эмилиен, безуспешно пытался сдать на права. Вы что? Что это такое? Где держат таких остолопов, как вы? Работаете в цирке, зоопарке? И там, и там. Спустя какое-то время двух будущих друзей сводит судьба. А вернее будет сказать, мать Эмилиена, которую Даниэль однажды подвёз. Услужливость Даниэля понравилась женщине, поэтому однажды, когда её сын опаздывал на работу, она попросила Даниэля подбросить его до той самой работы. Только она никому не говорила, что её сын полицейский. Поэтому Даниэль думал, что везёт программиста, и решил ему продемонстрировать все свои навыки вождения. Параллельно рассказывая Эмилиену, как он не любит этих проклятых фараонов. Но добравшись до места, Даниэль, конечно же, лишился прав. Вернее, они, так сказать, оказались в заложниках у Эмилиена, который, в свою очередь, предложил Даниэлю сделку. Мол, ты мне помогаешь поймать банду Мерседес, которая сейчас орудует в Марселе, а я у тебя не буду отбирать права. Вот так и зародилась дружба между главными героями, которая продлится аж целых четыре фильма. Честно говоря, когда я пересматривал данный фильм перед обзором, вернее сказать, я пересматривал всю серию фильмов, Первая часть мне понравилась меньше всего, не считая четвертую и пятую. Как по мне, она важна только, как знаете, такая предыстория знакомства персонажей. Хоть у вас, конечно, может быть и другое мнение, но лично я бы советовал сразу смотреть вторую часть, если вы решитесь пересмотреть эти фильмы после обзора. Это тот редкий случай, но опять же, лично на мой взгляд, когда продолжение получилось лучше, чем оригинал. Создатели во второй части, во-первых, умело вплели и таких, знаете, эпизодических героев из прошлой части. Например, случайного пассажира, который куда-то торопился. Можете спасти мне жизнь? Абстрактно нет. Самолет Мариньян через 25 минут. Если я опоздаю, я покойник. Поехали! 14 минут 30 секунд. У вас есть время купить газеты и выпить чашечку кофе. Приятного путешествия, месье. Спасибо. Я опаздываю. Вопрос жизни и смерти. Хорошо, обойдусь. Пойду пешком. Да и к тому же, во второй части в полной мере раскрылся еще один персонаж, который тоже является неотъемлемой частью всей франшизы такси. И некоторым запомнился даже больше, чем главный герой этих фильмов. Речь, конечно же, идет о комиссаре Жиберри. Таком, знаете, самоотверженном дурачке, который, стоит отметить, изо всех сил старался побороть преступность в городе. Вкладывал в это всего себя. Но, как правило, это заканчивалось его личными неудачами. Но, тем не менее, расследования всегда были успешными. Во второй части, как по мне, создатели сделали чуть больше упора именно на комедию. И это у них отлично получилось. Плюс создатели чуть подтянули и детективную составляющую. Поэтому фильм стал смотреться еще динамичнее и интереснее. А в сочетании с неплохим экшеном, получается, что «Такси 2» даже сейчас – отличное кино на вечер для семейного просмотра. Но, к сожалению, вторая часть запомнилась еще и трагическими событиями. Во время съемок фильма погиб оператор – Аллен Дью Тарт. Когда снимали финальную сцену, предполагалось, что автомобиль совершит длительный прыжок на кучу картонных коробок. Однако, во время самих съемок автомобиль пролетел чуть дальше, чем изначально предполагалось. И, перелетев через ограждение, налетел на съемочную группу. Находившийся там оператор получил повреждение головы, в результате чего скончался. Несмотря на это, в 2003 году выходит самая успешная с финансовой точки зрения третья часть – «Такси 3». По совместительству, это и моя любимая часть этих фильмов. К слову о том, почему у меня «Такси» ассоциируется с Новым Годом. В третьей части Эмельен будет ловить банду Дедов Морозов. Вот именно поэтому, не знаю, вот как-то у меня в памяти именно так отложилось, что «Такси» – это все-таки Новый Год. Честно, я вот до сих пор помню, как еще будучи подростком, увидел начальную сцену этого фильма, где нас отсылают к агенту 007. Сочетание музыки, динамичный съемок. Погони на роликах, трюков просто взорвали мой детский мозг. Я до сих пор помню, как мы с друзьями пересматривали эту сцену раз за разом. В ней, конечно же, нет ничего сверхъестественного на самом деле. Но в подростковом возрасте это работает все же как-то немножко иначе. Думаю, поэтому мы и пересматривали раз по 10. Тупой да безумие сценарной точки зрения. Фильм «Ямакаси». Ведь главным для детей была не смысловая нагрузка, а трюки, гонки, музыка и все прочее. Мы все просто смотрели и представляли, как когда вырастим, будем ездить тоже на такой же крутой машине. Сейчас, в сознательном возрасте, к сожалению, фильмы смотрятся и воспринимаются уже не так, как раньше. Но тем не менее, я с большим удовольствием практически каждый год ближе к праздникам его пересматриваю. Да, он глуповатый. Да, он не несет в себе какой-то сверхинтересной мысли. Да, в нем куча ляпов и несостыковок. Но этот фильм справляется со своей главной задачей. Он развлекает и создает хорошее настроение. Я не звал смерть! И не звал такси! Создатели, по сути, повторили все то же, что уже было в первых двух фильмах. Постарались это как-то улучшить, добавить еще чуть больше юмора. Натянули все это на новую, легкую, детективную историю. И получилось хорошее, развлекательное кино. Лично я выстроил бы эти картины, если говорить о том, какая мне понравилась больше, а какая меньше. То все было бы в обратном порядке. Больше всего мне понравилась третья, затем вторая и только потом первая. В комментариях, к слову, можете написать, какая часть вам нравится больше и почему. Будет интересно почитать. Я намеренно отделил первые три части от остальных. Ведь именно эти фильмы ассоциируются у меня, да и думаю у большинства из вас, с тем самым такси. Но тремя частями это все, конечно, не ограничилось. Есть еще Нью-Йоркское такси. Говно-ремейк, который непонятно на какой хрен вообще существует. Проблема в том, что есть оригинал, который сам по себе хороший и не устаревший еще. Зачем делать ремейк, не особо понятно. Ничего нового он не показывает. Не пытается как-то интересно переработать историю. Раскрыть ее под другим углом. А скорее просто спекулирует на громком названии. Ведь в оригинале он так и называется, такси. Это наши локализаторы так постарались, поэтому у нас оно называется Нью-Йоркское такси. Также есть еще и целый сериал под названием Такси Южный Бруклин. Сериал снят по мотивам фильма. Это уже, к слову, не так плохо, как ремейк. Там более интересная идея. Там сделано больше упора на расследованиях и детективной составляющей. Но я бы все равно не назвал это чем-то из разряда фильмов такси. Это что-то совершенно другое. Совершенно отдельная история, которая несет в себе от фильма такси только идею. В целом же сериал под названием Такси Южный Бруклин можно даже посмотреть. Главное при этом не ассоциировать этот сериал с марсельским такси. В 2007 году на экраны выходит фильм под названием Такси 4. Многие, к слову, говорят, что именно на этом фильме франшиза и умерла. Но мне так не кажется. Да, четвертая часть это уже совершенно не то, что было до этого. Но мне кажется, что этим фильмом франшиза именно закончилась. Герои уже ощутимо постарели. У них появились дети. Вся история четвертой части больше свелась к чему-то личному. К чему-то личному у героев. Как по мне, четвертая часть была не настолько плохой, как многие говорят. Сюда попытались добавить более закрученную, но в то же время не особо понятную детективную линию. Но вот зато все закончилось именно в духе предыдущих фильмов. Где пародируя известно какой фильм, в центр истории врывается ЖВР с двумя автоматами. Когда же умерла франшиза, так это на пятой части. Которая вышла аж спустя 10 лет после четвертой. И вот она действительно убила франшизу. На смену Даниэлю пришел его какой-то там племянник, о котором никогда даже не упоминали. А на смену Эмильену пришел переведенный из Парижа в Марсель полицейский. Фильм, на мой взгляд, получился ну настолько отвратительным, что даже отдельного обзора, блин, не достоин. И все это снова не из-за того, что здесь теперь главные герои другие. Нет, это целый комплекс проблем. Не буду перечислять все, лучше покажу на самых ярких примерах. Два главных героя в хороших фильмах этой серии дополняли друг друга. Они были нужны друг другу. Даниэль был крутым водителем, который умел быстро ездить. Разбирался хорошо в автомобилях и во всем сопутствующем. Он как бы помогал знаниям автомобилей Эмильену, который, в свою очередь, вообще ничего не смыслил в автомобилях и даже не умел водить нормально. Новая модель. С новой резиной, только что из Японии. Откуда ты знаешь? Я не знаю, я нюхаю. Пахнет рыбой? На что это указывает? На ресторан? У тебя рыбий жир вместо мозгов. Не ресторан, а морской порт. Машины с новыми шинами были в порту. Значит, прибыли из Японии морем, поэтому и пахнут рыбой. Можешь, когда захочешь. Возможно, они в угоне, проверь. Пара пустяков, Ален, узнаю. В пятой же части крутой водитель это коп. Зачем ему вообще таксист? Тупой, который не умеет ездить. Больной что ли? Все в порядке, все под контролем. Да у тебя голова не под контролем, псих ненормальный. И постоянно его подставляет вообще абсолютно неясно. Если в первых частях герои, что важно, органично дополняли друг друга, то здесь такое ощущение, что их насильно привязали друг к другу. Между ними нету, знаете, какой-то химии, что ли. Что еще? Если в первых частях полиция, знаете, была этакими добрыми, но нелепыми дурачками, то здесь из них сделали натуральных дебилов, без шуток. Это режисс. Не смотри на него, не смотри ему в глаза. В глаза. Не надо, не смотри. Не спрошу. Режисс у нас любит пошпионить. Он пришел в полицию, чтобы следить за женой, но она от него сбежала. Не смотри на него, не смотри на него, не смотри им. Ясно. С тех пор он собаку съел на геолокации. А это... Девушки у вас имеются? А как же. Оставил на десерт. Вот она. Ммм, горячая штучка. Ммм. Что же еще? Один из самых ярких примеров насчет юмора в этом фильме. Посмотрите вот на эту сцену из третьей части. Олен, реквизируйте машину. Эй. Вот наглядцы, не подумал притормозить. Думаю, он не поверил, что в Марселе есть черный полицейский. Но мог бы остановиться и проверить его документы. Думаю, всем очевидно, что здесь есть шутка. И в чем эта шутка заключается, верно? В пятой же части есть вот такая сцена. Кто это по выделенке прет? Я с ним разберусь. Вы не против? Вы подожди, я с тобой. Нет, нет, сидите нормально. Униципальная полиция. Здесь нет контекста. Здесь просто сбивают человека и все. И так со всем фильмом. Вот, например, еще сцена. В старых фильмах в этой сцене тоже был какой-то юмор. В пятой части это просто авария. Которая, ну такая, ну, вы помните, когда-то был хороший фильм, и там тоже была авария. Давай мы здесь покажем, и вы вспомните. Нет, к сожалению, это так не работает. Что еще? Если в первых частях клиентов Даниэля тошнило, это было, как бы, оправдано и не было мерзко. То здесь, ну, ну, просто сами взгляните. Я бы понял, если бы это был какой-нибудь трэш-фильм а-ля очень страшное кино, где ты понимаешь, что это все какая-то, ну, нелепая хрень, то здесь ты, как бы, должен думать, что полицейского вот реально тошнит. Кому это может показаться смешным, ума не приложу. Из старых героев здесь остался еще и ЖБР, который теперь тут мэр. И, если честно, вам особо непонятно, зачем он вообще здесь нужен. Помните эту сцену из второй части с автомобилем. Я понял, зачем он тут нужен. Чтобы ее испортить, насрать вам воспоминания в прямом и переносном смысле. Что это значит? Как это работает? Как? Да вот, сами взгляните. Дамы и господа, главная проблема, которая заботит марсельцев, это экология. И я с гордостью представляю вам совершенное оружие против собачьих экскрементов. Не мешайся. Извините. Кака? Две тысячи! Эта машина может собирать до 35 тысяч собачьих какашек каждый день и каждую ночь. Господин мэр, прошу простить, но как вы потом опорожняете контейнер? Да очень просто. Нажимаем на эту кнопку и... Ну и в конце фильма эти суки еще и машину, легендарную машину разбили. Машина погибла! Сейчас не об этом. Погибла! Она погибла! Метафорически убив и фильм. Ведь само такси это был некий символ. Можно даже сказать отдельный герой этих фильмов. После выхода пятой части создатели заявили, что продолжение, то бишь Такси 6, будет только в случае, если пятый фильм соберет хорошую кассу. Ну вот, сразу понятно, ради чего все это делалось, не так ли? Просто хотели заработать денег на известном названии. К слову, пятая часть хорошую кассу не собрала. Казалось бы, это же отличная новость. Продолжения и насилия над франшизой не будет. Но не спешите радоваться. Создатели таки анонсировали Такси 6. Это значит, что издевательства над любимыми для многих фильмами продолжатся. Это грустно или весело? Это печально.